Приветствую вас, дамы и господа. Предлагаю сделать политический расклад на будущее, на предвыборную кампанию, если шанс стать президентом, на команду Харрис. Наш любимый расклад, который мы делаем на всех политиков, я делала на Владимира Владимировича Путина, на Джозефа Байдена, на Трампа, на Путина Байдена, и все дела на Эрдогана, все проигралось так, как, допустим, вышло по раскладу, по-моему, это были очень давнишние расклады. Смотрите, квадрат Сатурна, здесь нужно его правильно расложить, то есть карты сначала перетасовываются, как следует. Это колода золотого тельца, Вера Склярова, то есть там неоднозначное понятие карты. Ну, давайте ее смотреть. То есть я буду сейчас тасовать до тех пор, пока я посчитаю, нужно восстановиться. Неоднозначная, неоднозначная кандидатура, новая, свежая, будем смотреть, если у нас идет в политической карьере, в выборах президента, будет ли она президентом, какие шансы, что и ожидает, будет итог. Ну, все, я так считаю, что все, давайте начнем расклады. Так, здесь она начинается, то есть расклад идет очень интересно, замысловато. Первая позиция – это четверка. Раз, два, три. Четвертая карта. Четвертая карта у нас кладется в основание, наверх. Потом девятка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Далее идет двойка. Раз. Откладываем в сторону. После двойки у нас идет тройка. Раз, два, тройка. Далее идет у нас пятерка. Два, три, четыре, пятерка. Потом идет семерка. Семь, семерка. Далее идет у нас восьмерка. 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 Потом единица. Единица сама выкладывается. И шестерка. Вот. Все. Мы правильно все сделали. Все разложили. Расклад открывается. Расклад открывается. Он... Наши металлочки что-то потерял. Он идет непосредственно снизу. Ну, хорошо. Ну, давайте. Вот он таким вот образом идет. Вот так вот события. Он идет... Средний ряд. Нижний ряд. Расклад считается... С... Сверху вниз. Слева направо. Угу. Слева направо. Сверху вниз. Слева направо. Ну, давайте смотреть. Сверху вниз. Слева направо. Сверху вниз. Слева направо. Слева направо. старший аркан это тривия гармония прекрасный старший аркан потом что дурак после шута дурака он не будет все таки представлен как рыцарь этих на коне рыцарь чаш или червей здесь потом волшебность какая-то будет и покровительство дама справедливости долг но она сама жили юстиции после этого где-то не возникло все таки менял его предприниматель иисус выгоняет из храма что-то такое произойдет далее эмоциональное удовлетворение вода и только вода следующая карта юстиции тихий на шаре колесо удачи который может повернуться в любую сторону и как финал у нее это получается пятерка мечей первого победы опьянение опьянение одессея неоднозначно удача будет но все-таки заканчивается это все пятерка мечей пятерка мечей то есть результат я так думаю что у нее будет в общем-то шанс есть колесо удачи но колесо удачи к первой победе в любом случае развернется то есть возможно да но где-то наверное потенциал-то отличный но здесь вот по дураку идут по дураку у нее вот это вот вакханалия начнется но я имею ввиду предвыборная будут у нее помощники но все равно в конце концов у нее закончится тем что все-таки с храма то она по метагарте будет выгнана меня выгонять младенец иисуса с храма торговцев торгаши после этого морального удовлетворения и удача но все равно пятерка мечей это было в этом смысле это так опьянение подарок одессея то есть одессея отравили видите как отравили его ядствами здесь здесь это неоднозначный выносит у нее окончание вот этой вот гонки давайте сейчас рассмотрим тихиношари это колесо удачи то есть это понятно все а вот по мечам и по остальным позициям давайте более детально рассмотрим ну вот такой аркан возьмем как гармония тревия вот в этом раскладе гармония тревия что она обозначает персонажи тревия гармония тревия богини трех дорог выбор из трех вариантов героний дочь архе сафродиты или с подарками в общем короче легенда такова что заканчивается чем превратил их во львов так смотрите так всегда есть выбор у меня всегда есть выбор то так прорицание всегда есть выбор символ ожерелья и пепла с поверженные герои в виде змей ахаха так финансовая сторона доходы от бизнеса огромные уделительные заведения то есть у нее выбор то на выборах будет очень такая удачливая но здесь это сконтактный монет так давайте смотреть сута это сейчас вот у нее всегда есть выбора самовлюбленный дурак так же как у трампа там он вылезал самоверенный дурак который которому знание во зло символ настоится с высокомерным видом прорицание важнейший выбор еще один аспект возможен кверин должен молчать до поры до времени о своих планах то есть у нее планы есть но она должна молчать не болтать ну вот это вот карта рыцарь кубков давайте его тоже посмотрим здесь рыцарь кубков он идет достаточно интересно то есть это какая-то пьянка там у меня рыцарь кубков ну покупка здесь интересное событие но давайте его пропустим то есть потом будет помощь это насколько я знаю рыцарь кубков в экханалия какая-то потом будет помощь добрых людей выгонять будут из храма вода только вода старший архан вот тихий на шаре да в окружении тихий на шаре вот это вот важно то что уже будет результат так тихий на шаре это самая важная позиция так тихий с руками забили крыльями корабельным штурвалом корабельным штурвалом стоит наш шаре и тогда отразляется с фортуной римская богиня случая и слепой дачи везет или не везет очень важный вопрос при на случай раз покажет насколько вам благополучно счастливый или злой урок фортуна одна из самых ведущих всего мироздания она капризна судьба игра человека она изменчива по высоко то бросит без следа это игровой такой какой-то бизнес положение аркана прослать точно укажет насколько в данном случае везет человек ну смотрите она в окружении хорошей карте вот допустим здесь у нее колесо удачи и урок изобилия только урок изобилия идет в прошлое да а здесь колесо удачи и урок изобилия то есть как он прокрутиться то есть какую сторону она будет крутиться она значит смотрит в прошлое да здесь вот я тут явно и пятерка пятерка мячей вот это самое главное самое главное массе мячей нам открыть сейчас что она будет обозначать мячевая масса но во всяком случае я не вижу ничего такого существенного вот самый главный финал это опьянение подарка души после текина шаре бесконечные застолье презентации так марон оставляет от лисею бутырь с вином возможно человек и сделает что-то отдали врагов но аркан в целом негативен приемы методы нечестные хорошего лишь в окружении негативных по сути арканов системы все дела вершатся в основном на трезвую голову совет финансовая сторона вы знаете здесь вот интересно марон опьянение смотрите вот крючок марон жрец аполлона когда до сей стути строя захватил измар до живых остался только жрец который одессе посидел за это марон подарил грекам крепчайший напиток опьяняющий и при двадцатикратном разбавлении с его помощью от эссе одолел циклопа полифэма так возможно человека сделать что-то преодолеть врагов но здесь вот видите как опьянение да интересно возможно даже не будет какая-то победа возможно но это вот так вот предварительно возможно давайте спросим дуб карты конечно мне очень хотелось бы кинуть на это все дело давайте посмотрим дуб карты потому как так так рыцарь мечей какой-то войну королем мечевым королем так так звезда но все-таки мне кажется у нее будет шанс на победу нечестные такие вот эти вот методы пятерка видите опьянение до сили поднесли так а что по колесу удачи а вот здесь по колесу удачи все-таки будет повешено непонятная ситуация вот как ни странно непонятно принципиально какая-то жертва будет креста удачи откроется видите на шаре какую-то жертву повешенную по повешенному силой обман ну что-то будет здесь с обманом и много очень денег в эту систему завязать как откроется вот она открывается началом потенциалов большим и сменой сменой во всяком случае и он эта смена это страшным судом один старший аркан этот страшный случай откроется десятка мечей ага по страшному суду десятка мечей они будут и тайная жрица то есть это еще в картах непонятно давайте тайная жрица что нам скажет вот я ее вообще хотела на нее сделать расклад тайная жрица откроет ли нам свою тайну ну окончательно это мы пятерку так расшифровываем то есть видите здесь завершение срока все-таки перспективы будут хорошие и то с но в удаленном будущем а вот жрица то что нам скажет причина то есть так два три это уже окончательно будет вариант тайну сейчас она итог и какова тайна тайна десятка монет десятка дисков не открыла нам тайну маг манипулирования манипулирование очень большими рингвами да и четверка крепость какая-то ну смотрим что у жрица на груди крест две силы сила королевы мечей десятка жертвов очень тяжело идти к своей победе по королеве мечей то есть у королевы мечей не хватает потенциала чтобы рубить головы так столбы так по столбам что у нас так прибывают все-таки какие-то у нее разочарования что сейчас сейчас у нее сила сила вожделения непонятно потом будет четверка кубков как-то она потеряет свой этот потенциал по силе и восьмерка кубков это уход все-таки уход какой-то будет да что мы не видим мы не видим двойку жезлов это какая-то интенсия и что мы видим мы видим сейчас как шестерка жезлов типа она как победитель увидим да так и того и того будет дама кубков ну вы знаете она останется только лишь дамой кубков здесь по жрице жрица нам открыла много манипулирования какая-то вот дом-крепость ну вообще-то возможно возможно она по большим деньгам вот смотрите две десятки три десятки нет десятка и девятка по большим деньгам возможно она пролезет в эту крепость я имею ввиду белый дом ну тоже страшный суд по страшному суду что они деньги разбитые сердца ну непонятно непонятно и даже здесь звезда очень непонятный расклад то есть она какая-то зашифрованная девочка и все еще все-таки я думаю что по колесу вот если не брать вот это вот то что мы расшифровываем все-таки не есть какая-то перспектива стать президентом Соединенных Штатов Америки от партии демократов давайте напрямую спросим можно конечно ее сейчас маску на нее кидать еще много раз всяких разных но она фактически она не самостоятельная личность будет ли она президентом луна трансформация в смерть но здесь нет что-то видимо у нее будет какой-то ступень под луной тайны муть какая-то луна и смерть нет нет хотя у нее девятка кубков это как купец но старший Аркан оба негативные похоже что нет что вот это вот тихий она отвернется хоть там будут но все-таки это опьянение оно проходит скорее всего нет скорее всего нет ну хотя здесь у нее шансы очень огромные огромные шансы потенциал но скорее всего нет вот по Кроули хотя вот можно было бы это сделать на Кроули на Кроули в женских картах вот этот вот расклад можно сделать ну давайте попробуем сделать его как-нибудь ну вообще она меня в принципе не интересует но так как интересно то есть это впрямую цикл и